Здравствуйте! В эфире программа «Это важно! Спасибо, что вы с нами!» Тема эфира – земли сельхозназначения. А те, кто, несмотря на все трудности, продолжает заниматься сельским хозяйством и не собирается оставлять любимое дело, смотрите в нашей программе. Во времена правления Николая II на пост председателя Совета был назначен Петр Аркадьевич Столыпин. Одной из его главных реформ была земельная. Крестьяне получили право выходить из общин, забирая свои наделы в полную личную собственность. Закон этот имел огромный успех. Туча же было продано 2,5 миллионов прошений. Результаты столыпинских реформ сказались почти мгновенно. Урожай зерновых вырос до 45, а экспорт достиг почти 10 миллионов тонн в год. В сталинский период на экранах появилась картина «Кубанские казаки». Съемки фильма проходили в совхозе «Миллионере Кубань». Сталину приписывают фразу, сказанную им после первого просмотра. «А все-таки неплохо у нас обстоит сельским хозяйством». Однако картина сильно приукрашивала советскую действительность. Знаменитые ломящиеся от изобилия столы сельской ярмарки, при том, что 49-й год – это тяжелое послевоенное время, стали своего рода мечтой, которая помогла людям той поры выжить. В начале 80-х Советский Союз занимал первое место в мире по производству пшеницы, ржи, ячменя и подсолнечника. Сельским хозяйством занимались около 28 миллионов человек. Тогда же стали появляться первые крестьянско-фермерские хозяйства. Крестьяне работали на землях сельхозназначений. В Анапе таких насчитывалось 46 454 гектар. «Произошла приватизация сельхозяйственных предприятий. По этой приватизации у нас получили земельные доли 22 540 человек. Размер земельных долей в зависимости от того, где находилось сельхозяйственное предприятие, от 0,54 сотки, 0,54 гектара – это агрофирма «Кавказ», до 2 гектар «Витязева», 2,14 чеконь, то есть 2,19 гастагай. Ну, будем говорить, средняя земельная доля составляла порядка 2 гектар». Для многих эти 2 гектара земли стали началом успешного бизнеса. Работать на земле вполне сможет каждый, а вот привести к процветанию только грамотный менеджер. В Приморском сельском округе есть крестьянско-фермерское хозяйство, руководитель которого арендовал сначала 8 гектар, потом 300, а сейчас выращивает зерновые культуры на площади 1300 гектар. Начинал я в 2005 году, как раз в момент, когда дольщикам выделили по 2 гектара, чтобы открыть крестьянское хозяйство. В то время закон был, что должно было быть не меньше 300 гектар. Это было в законе Краснодарского края. Я собрал 150 дольщиков и от каждого 2 гектара заключил с ними договоры аренды. И одним, так сказать, массивом выделили 300 гектар земли. Взять землю сельхоз на значение в аренду может любой напчанин, который хочет работать и развивать сельское хозяйство. Для этого нужно обратиться в администрацию с заявлением о предоставлении участка, указать адрес и его размеры. Если земля не занята, управление архитектурой города примет решение о зонировании. В соответствии с законом мы обязаны опубликовать информационное сообщение в соответствующих средствах массовой информации о том, что мы формируем и будем предоставлять земельный участок, где указываем размеры земельного участка, разрешенное использование. И в случае поступления двух и более заявок от граждан, либо юридических лиц, мы выставляем земельный участок на торги. Некогда одно из самых крупных предприятий с поколения в поселке Виноградный находится сегодня на стадии банкротства. Спасают положение арендаторы. На этом поле в тысячу гектар сейчас идет обработка пшеницы. Развернуть масштабный сельскохозяйственный бизнес, по словам руководителя, пока не получается. Процветание можно было говорить и о развитии. Стабильно можно говорить, когда земля закреплена хотя бы лет на пять. А когда каждый год заключаешь договор аренды на один год и не знаешь на следующий год, что будет, то это как бы стабильным развитием трудно назвать. Однако задача предпринимателей, несмотря ни на что, уметь вырастить урожай и получить результат в любых условиях. А государству ему в этом помочь. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство не оставит без поддержки российское сельское хозяйство в условиях членства нашей страны во Всемирной торговой организации. Речь идет об обеспечении аграриев горюче-смазочными материалами по доступным ценам. В прошлом году было хорошее подспорье. Льготное топливо мы получали. Разница была, да, фактически процентов сорок, я думаю. Помощь из федерального и краевого бюджета выделяется как для крупных сельхозпредприятий, так и для крупных фермерских хозяйств. Получить ее смогут те, кто выполнит ряд требований от государства. Если они проводят полностью почвенно агрохимическое обследование лишь в том случае, если они соблюдаются в оборот, а конкретно выращивают озимые зерновые не чаще, чем два года подряд, конкретно выращивают подсолнечник и возвращают его на предыдущее место не раньше, чем через 7-8 лет. В управление сельского хозяйства обратились арендаторы и виноградники из Поколенина снова обрели хозяев, а сотрудники не остались без работы. Они, так скажем, поддерживают нас на плаву. Что положено, они делают. Значит, ремонт техники ведется, что необходимое берут. И минимальные работы, те, которые по техкарте положены, мы выполняем. На этой земле растут лучшие сорта винограда. Каберне-савиньон, мерло. И чтобы урожай был хорошим, виноград нужно правильно обрезать. На обрезке виноградов трудятся как женщины, так и мужчины. Но у женщин трудовой день короче на один час. Чтобы правильно обрезать виноград, для этого нужно иметь особое мастерство. Вот сейчас мне покажут, как это нужно делать. Пожалуйста, расскажите. Сорт винограда Тараминер. Формировка витой кордон. Формировка как вступающий виноградник. Режется на два глазка с расстановкой. Разрешите мне попробовать? Кто-то сильнее загоните. Анапа по праву считается лидером виноградарства. В прошлом году урожай составил 9 328 тонн. До недавнего времени высшие стандарты качества принадлежали компании «Русская лоза». Однако в 2011 году предприятие резко сократило объемы производства винограда. Что отразилось на бюджете города. Четверть общего налога, отчисляемого в городской бюджет сельскохозяйственной сферы, принадлежала «Русская лозе». Чиновники на протяжении года вели переговоры с учредителями компаний. Ведь виноградники не должны оставаться без присмотра. По последним данным предприятие возглавит новый конкурсный управляющий. Мы связались с ним по телефону. По его словам, работа в Анапе будет восстановлена. В основном контакте с администрацией, а также с другими государственными органами, с тем, чтобы ситуация вокруг, в том числе, русской лозы, как-то улучшалась, налаживалась. И, так скажем, чтобы это предприятие работало не только на благо своих владельцев и кредиторов, а также и на благо города. Уникальность нашего края – высокие мировые цены на зерно, популяризация виноделия, неплохие дотации на земледелие благоприятствуют работе аграриев. А работать на земле – по силам только настоящим труженикам, которых в Анапе немало. Всего доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин